Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаю мой влог и параллельно снимаю также видео о моем питании, потому что у меня был такой запрос. Наверное, видно по инстаграм-фоткам, что я немного похудела, но более подробно в другом видео посмотрите на канале. Я не знаю, скорее всего, влог первым выйдет, потому что там у меня займет видео несколько дней, и я уже после завтрака отсняла этот кусочек, и после душа я, кстати, сейчас пойду сушить голову, приводить себя в порядок, и параллельно буду с вами общаться, рассказывать. С утра у меня продуктивный такой день получился, я прибралась на кухне, то есть я все фасады, вот это вот все плету, технику, холодильник, я все, в общем, снаружи, раковину, в общем, я все снаружи перемыла прям хорошенько и хлоркой, и уксусом, и потом насухо все протерла. Я, конечно, это не снимала, потому что, ну, как-то внизу, мотивацию на уборку как бы любят, да, смотреть, но я не стала снимать, потому что у меня как-то это внезапно получилось так. Думала, помою я одну раковину, но... да, ну, и понеслось, собственно. Потом, знаете, если у меня будет время до того, как мы уедем на Миконос, потому что мы собираемся, и Иоланда дней через 10 заканчивает школу уже, вот я жду ее. И я, если успею, я сниму видео, будем организовывать вместе с вами мою кухню внутри, в смысле, все ящички, потому что там мне кое-что уж я переставляла до этого, но мне как-то не совсем удобно, я поняла, где мне неудобно, потом расскажу вам тоже. И, в общем, нужно внутри, в шкафах именно навести порядок. Ну, а так вообще, смотрите, как это приятно наблюдать. Кстати, фильтр я тоже вытащила, сохнет. Помыла его. Как приятно наблюдать. Со столешницы по максимуму все убрала, то есть осталось... Это мокрая, мокрая. Видите, у меня доска, кстати, икеевская. Она такая удобная, вы не представляете. То есть я ее даже не убираю, она постоянно у меня здесь. Ну, уже, видите, вся порезанная, нужно менять. По максимуму убрала, я вот еще раз говорю, очень удобно, очень легко мыть. То есть классно. Мне, конечно, нравится, когда на кухне все стоит, ну, такое все красивое-красивое, но когда это все приходит время для мытья, это нехорошо. Приятно ходить одной дома, и везде чистота, нигде ничего не валяется. Единственное, я вот сегодня тоже запланировала пропылесосить Марсина вот это место. И здесь, в офисе у меня тоже, смотрите, он поспал вчера. И вот это все от него. Представляете, да? То есть я вообще хочу, по идее, продать это кресло куда-нибудь и купить какое-нибудь светлое, наподобие как у Йоланды, потому что, ну, это нереально, это видно. Это кресло бархатное, видите, вот такое, как велюр, бархат, да, как это назвать. И, в общем, на него липнет все, особенно кошкины волосы. Так что в планах пропылесосить вот две вещи, да. Здесь тоже чисто. И еще я вам покажу чуть позже некоторые мои покупочки одежды. Здесь, ну, в основном, да, здесь блузки такое. Но я их приготовила сначала и думала постирать сначала, а потом думаю, зачем мне их стирать, если паром, отпаривателем, да, собственно, убиваются все микробы, как бы. Отпарю, потом покажу вам. А вот у Йоланды вот это кресло, да, оно опять у нее, не отдает ни в какую. Вот на нем, даже если Марси посидит, здесь не видно, по крайней мере, этого не видно. Вот так. Но не дает мне его, а мое кресло-то изуродовал. У него здесь есть собственный стул, он всегда здесь спит. Вот, смотрите, няу, всегда спит здесь, вот просто всегда. Йоланда, малышка моя, говорит, купи мне для пляжа игрушки. Я же только все повыбрасывала, вот это вот все пластиковое, все выбросила. И вот пришлось опять купить. Ну и пока я здесь еще вот хожу, сейчас вот как раз до ванны дошла, буду сушиться. Ванны тоже так чистенько, так приятно. Вчера, кстати, девчонки, думаю, что такое, вытаскиваю пыль из пылесоса, ну, фильтр, вернее, на балконе сейчас сохнет. А вся волосня вот Марсина, она вот здесь застревает, уже раза три так было. Я думаю, да что же такое, почему, думаю, что-то случилось. В итоге я открыла пылесос с обратной стороны, вот здесь все вытащила там, посмотрела, в общем, пораскрывала. И знаете, я что сделала? Я вот отсюда повытаскивала, видите, вот не до конца отмыла. Вытащила и щетку, и пластиковые вот эти всякие затычки. И вот это все. И вы знаете, у меня там, оказывается, накопилась грязь до такой степени. Вот не грязь, а, видимо, когда пол моет, а все равно какие-то волоски цепляет. Ну, и, в общем, оно влажное, вот так все здесь прилипло. И к этому влажному с волосами и с пылью оно все налипало и налипало. И вот вчера до меня дошло, что нужно его открыть и посмотреть, что происходит вот именно снизу пылесоса. Вчера вот разбирала, помыла, почистила, сейчас сушу все. Ну, и завтра, наверное, запущу опять пол помыть. Да, Марс, и это из-за тебя все. Все из-за него. Да, Марс? Кот. Мордочку вам. Давай посмотрим на тебя. Вот когда не хочет даваться, вот вообще, смотрите, вообще не дается. Ладно, не буду мучить. Ну что, накрасилась, так накрасилась. Голову не досушила, блин. Ну ладно, высохну сейчас. Смотрите, опять подумала, что почему бы не подвести просто маленькую стрелочку. И понеслось. Короче, знаете, когда сидишь, такая тишина одна и с хорошим светом, потому что у меня здесь такое зеркало с подсветкой хорошей. И, да, время позволяло еще. Поэтому подкрасилась и очень даже прикольно получилось. Девочки, скажите, вам нравится, когда подводят слизистую, ну, на нижнем веке и между ресницами, вот именно наверху? Мне кажется, так глаз, смотрите, смотрится еще так более яркий, наверное, и более глубокий, что ли. Прикольно. Мне нравится. Итак, девочки, я погладила, вот успела только одну вот эту блузку, накидку такую надела. Босоножки очень удобные, такие спортивные сандалии. Блин, если у вас еще их нет, то приобретите. Очень классно. Мои, кстати, Zara. Очочки, аксессуары, ну, то есть часики, браслетик. Внутри я надела кроп-топ, такой как бралет, бра, наверное. И завязала вот эту вот штуку повыше, потому что я иду в школу сейчас, ну, чтобы живот так особо не торчало, знаете. А вообще можно ниже завязать, потом домой приду, покажу, но она мнется, то есть сильно мнется. Так что все, вот такой у меня лук. Побежала я, иначе я опоздаю. Итак, девочки, запыхалась. Запыхалась. Сходила за Иоландой в школу, привела домой, покормила. Тут же собрались, пошли, отвела ее на одну, как школа. В общем, они уроки делают там. То есть мы поплачиваем каждый месяц. Когда было онлайн обучение, они онлайн это делали по скайпу, а сейчас опять там же стали в школе это делать. Так что хорошо, что они рядом находятся. Я уже рассказывала, по-моему, про это. Рядом находятся, поэтому здесь добежать 5 минут, но сегодня так жарко. И жарко, знаете, вообще в принципе, вот как телу жарко, потому что вот я сейчас вот в кроп-топе вот так вот ходила, а сверху надела вот эту разлетайку. Она, кстати, не делает так, что вот вы задыхаетесь и не можешь дышать. Очень классно. За счет того, что она такая разлетайка вот именно, то есть ты идешь, и она вот так вся колышется, колышется, ветер задувает. Это очень классно. Вот, сейчас... А, еще зашла, купила овощи сегодня. И мне заказывали там еще шпинат и року... Рукула? Рукула по-русски? Рока. Рукула, по-моему, он называется. Ну, в общем, зелененькие такие листики. Вот я их ем на моем питании в дневнике, я тоже расскажу, что я ем, в принципе. Дневник питания, да, мой? Про другое видео, то, что я вам говорю, параллельно снимаю. Да, и у меня сейчас вот такой огромный пакет просто со шпинатом. Я обычно когда в супермаркете беру, там, знаете, такие малюсенькие листочки продаются, а эти вот, кто в фруктовый магазин, в общем, заказали, и там такие огромные листы, ну, я, в общем, там очень много, чтобы не испортился половину, а там свекрови, наверное, потому что она делает пирог со шпинатом, либо шпинат тушит еще как-то, знаете, очень вкусно. Кстати, надо вот ей сказать, чтобы она потушила, потому что я не знаю, как тушить его. В общем, очень классно получается, и на кето-питании можно его тоже кушать. А все остальное я сама буду свежими, свежими листочками есть, потому что, ну, салат, да, собственно. Очень, кстати, вкусно и полезно. И еще у меня сегодня хорошая новость, у меня прилетает мама с Миконоса, наконец-то. Она работала там несколько месяцев, ну, как, несколько месяцев, 8-9, наверное, работала. Так что прилетает сюда сегодня, но мы не увидимся, потому что уже поздно будет, где-то в 12 должна приехать. А Иоланта, собственно, будет уже в это время спать, поэтому завтра только увидимся. Вот так вот. И еще сегодня в планах поснимать, может быть, вон то видео про еду, про питание, если получится. Но хотела еще в один магазин съездить, потому что свекровь тоже просила купить ей тапки, тапки-шлепки для дома и шорты какие-то посмотреть. Не знаю, там так жарко, и сейчас пока еще все машины на улице, то есть еще не обеденное время, собственно. Поэтому трафик большой, и как бы парковаться негде, и поэтому я чуть-чуть, если подожду, если я в нормальном состоянии буду, что мне не лень будет, или еще не занято буду, тогда поеду. Вот, ну а сейчас кушать тоже, обедать я не обедала, потому что я завтракала уже после 11, кушать пока не хочу. И у меня бывает так, что я по 2 раза в день только могу поесть, то есть я не успеваю проголодаться. Пойду сейчас, сделаю кофе, и там где-то у меня висят остальные майки. И пропарю их сейчас, и тоже попримеряю, покажу. Итак, девочки, покажу вам следующую футболку. Вот такая простая, да, я, конечно, приодела уже юбочку, такая юбка пляжная, но в принципе и в городе можно и на отдыхе где-то надеть, ну то есть смотря с чем, да, сочетаем. Просто на запахе, на завязках. В общем, футболка это Телли Вейджел, если вы знаете такую марку, ну скорее всего она есть в ваших странах. Обычные такие широкие рукава на оверсайз, кстати, размер я взяла М, под горло прям. И если бы я ее еще аккуратно одевала, потому что я ее уже покрасила макияжем, надо будет стирать. Сзади, сзади там такой разрез, я вам сейчас поставлю камеру, покажусь. И есть шнуровка, шнуровка, вернее. Его можно вот так подтянуть, чтобы сделать, например, более высокую, да, то есть чтобы повыше была. Если ослабить, вообще не завязывать, она будет такая более расслабленная. Вот так смотрится, кстати, очень классно, то, что здесь рукава длинные. И вот такие футболки, конечно, лучше смотрятся, когда они более объемные. Здесь какой-то принт еще. И давайте сзади вам покажу. Надеюсь, вы будете меня видеть. Так, что вы видите? Понятно, да, я вам развязала, показала, что она может быть абсолютно как вот распашонка прям. Ну и если одевать, например, с какими-то штанами, либо шортами, то так она тоже классно будет смотреться. Если с юбкой, либо высокая талия, то, конечно, лучше ее немного утягивать. Девчонки, следующая маечка, это вот такая классная из плотного-плотного катона, но она не объемная. То есть в этом ее минус, но я ее взяла в размере экстра-лардж. Вот так. Так что на мне она, конечно, свободней, но у нее классно то, что она очень хорошего качества. Кстати, в H&M вот такие базовые белые футболки тоже говорят хорошие. У меня их не было, но у меня муж постоянно там берет, но они вроде как хорошие, долго живут. Так что примерять эту не буду, потому что обычная базовая майка. Девочки, и следующая майка, которую я вам хотела показать, она очень похожа на лен. Очень похожа на лен. Но написано, что это стопроцентный хлопок. Мне очень нравится, что она объемная. Здесь огромная горловина, но не так, что суперогромная. Но можно скинуть одно плечо, например, вот как я сейчас сделала, да? И быть вот таким, с одним оголенным плечом. Либо обычно, да, вот так носим. Мне кажется, вот так очень стильно смотрится. Легкая, рукав здесь как, ну, по сути их нет. Такие, как летучая мышь, наверное. Она примерно вот до такой длины. Но можно ее заправлять, если такой более городской вариант хотите. Вот, например, как у меня, да, сейчас. То есть такие кожаные босоножки, сумочка небольшая. Более городской вариант. Либо же берем соломенную шляпу. Да? Сланцы какие-нибудь надеваем. Соломенную шляпу. Купальник вниз. И, ну, шорты там или юбку, да, что-нибудь. И получается вот такая более расслабленный вариант, видите? То есть это такой уже более пляжный вариант. То есть мне нравятся такие вещи, которые можно менять, трансформировать, да, и в зависимости от случая. То есть они смотрятся абсолютно по-разному. Сзади чуть-чуть она как будто бы подлиннее. В общем, горло такое открытое. Классное вообще супер. И расцветка вообще обалденная. Так, девочки, следующий вариант. Это вот такая майка. Я, да, без лечика, без купальника. Майка-разлетайка. Очень классная. Сзади тоже чуточку длиннее. Бока тоже чуточку длиннее. Спереди она чуть короче. Вот буквально совсем немного. С шортами, либо с джинсами, да. Что-нибудь такое не супер объемное, чтобы снизу было. Очень идеально будет смотреться. Здесь вот такая штука. Ну, сзади, собственно, там то же самое. Видите? То же самое, как и спереди сделан вырез. Ну, в общем, очень комфортная к телу. Я вам сейчас расскажу, что она мне напоминает. Мне кажется, у меня такая уже была. Здесь, в общем, такая ткань. У меня... Ой, она как будто тоже натуральная что-то. Не знаю, как это объяснить. Но она, в общем, тонкая и дышащая. У меня раньше была одна блузка, тоже летняя. Она была вот так вот, декольте, да, то есть без плеч. Снизу она примерно так же смотрелась. То есть такая тоже разлетайка, разлетайка. И материал вот такой. Если гладишь, то он... Ну, не супер так, чтобы... Он разглаживается, но он тут же такой как бы мнется естественным образом. В общем, она обалденная была. Я ее так долго носила. Потом она мне надоела. Я ее отдала маме. И мама тоже ее с удовольствием носит. Обожаю тоже ее. Потому что на лето вот такой материал. Вот такой вот, видите. Самое-самое классное. Я уже испытала. А здесь это еще и без рукавов. Вообще обалдеть. Класс. Потому что у той были такие разлетающиеся тоже рукава. А не жарко, конечно, было, но без рукавов вообще обалденно. Классно, я так рада. Так, ну что, девчули. Я на этом закончу мой влог. Потому что мне нужно снимать следующий. Я не знаю, сейчас буду снимать или в следующий раз. Но я, в общем, захотела кушать. Поэтому пойду готовить себе. Йоланда уже поела, а я-то еще нет. Так что, да, заканчиваю сейчас. И надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам понравился такой влог. Если это так, то, конечно, жду от вас палец вверх. Пишите в комментариях что-нибудь, что хотите. Давайте поболтаем. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока. До новых встреч.